Ну что ж, еще раз всем добрый день. Меня зовут Миролюбов Лев. Почти 15 лет я в области Климанса работаю. То есть, изначально цель ставил достичь такого развития, чтобы не зависеть от города, может быть, даже с ребятами сейчас приехали, чтобы доход был исключительно в интернете, по большей части, ну и, соответственно, чтобы его хватало для, может быть, путешествий, ну, то, к чему мы стремимся, финансовой свободе, свободе передвижения. Ну, инвестирую примерно с 2005 года, очень много шишек написано, то есть я практик, ну, у нас ребят, с которыми приехали, тоже все практики. То есть мы на данный момент активно очень работаем на рынке, во всех возможных вариантах работы с ним. То есть и пробовали, и майнинг, и торговлю, и на долгий срок брали, и, в принципе, вот открыли свой клип, ну, прижест для цели, может быть, формирования сообщества в городе. Ну, и обмен информацией, опять же. Один в поле него, и она, когда мы объединяемся, чего один не было, тот может обнаружить несколько раз. Ну, ряд сайтов своих есть, блоги, интернет-проекты. Один из основных, именно на скайп-портал, при нем, ну, инвестиционный форум назад, то есть вот уже больше 10 лет. Ну, и один из проектов меняется в Концентрационный Центр по Криптовалютам. То есть, в принципе, любой желающий может обратиться в концентрацию. Ну, и Криптовир онлайн — это совместный проект у нас или нет, но не ограничивается ИЖС, но, возможно, есть несколько вещей. Так, следующий слайд. Что важно знать? Вообще, я хочу просто с аудиторией немножко познакомиться. Кто знаком с рынком Криптовалюты по НСВ, то есть теоретическую часть, теоремологию знает. Кто-то, пожалуйста, поменьше, примерно половина. Кто активно работает на рынке Криптовалют, может быть, приобрел уже Криптовалюту? Не надо говорить сколько, просто в принципе. Так, ну чуть меньше, понятно. Интересно мне, что несмотря на то, что в 2008 года вроде Криптовалюты существуют, активный всплеск, активный рост внимания произошел именно в 2018 году. И мы видим из-за чего. То есть пошел сдачный резкий рост, и пиковые значения у нас были. В СМИ это все подогревали, и так получилось, что большая часть капиталов, которые зашли на этот рынок, они зашли в 2017 году. И если сравнивать по месяцам, то самая большая часть зашли в конце года. То есть можно сказать, что всю эту капитализацию рынок сделал в 2 месяца. Ну, опять же, ажиотаж был создан посредством СМИ. Как мы понимаем, что СМИ можно заказывать те или иные материалы, публикации. И те, кто зашли, может быть, в начале года, имели возможность своими капиталами раскрутить этот рынок и продать по максимальным ценам за год. Те же культурные, то есть многие сделали звание висы за год. Тот же биткоин, по-моему, 15 раз в год. Тот же биткоин, по-моему, 15 раз в год. Хотя в начале года еще 800 долларов. Про биткоин могу сказать, что, поскольку первое, что появляется, оно у всех, но все это понимает, поэтому он является основой этого рынка. Как чувствует себя биткоин, мы видим, что так чувствует себя и остальные капиталы. То есть если биткоин падает, то остальные капиталы не падают еще сильнее. Ну, и его называется «хрун золотом». Я лично его склонен к классифико-активу элит, потому что есть статистика по 100 самых богатых биткоин-кошелькам, и как бы он ни падал, какие бы репетии ни происходили, там на место все больше. То есть кто-то очень активно накапливает, и их действия не слажены. То есть есть информация, что они обмениваются. То есть они даже могут быть люди, называемые кикитами, у кого больших кикиталов. Они друг друга могут не знать, но он отправит одну сатоши с одного кошелька или на сатоши сообщением кикитами, может, в принципе, координировать есть. Вот это происходит. Ну и основная идея, в общем-то, она не была бы идеей, связанной с обогащением. То есть цель человека или группы лиц, то, что никому не надо, мы не знаем, была бы создать финансовую систему, которая бы не зависела от государств, не была бы контрольным банком, не принадлежала вообще никому, на самом деле. Но при этом была удобным и доступным средством платежа. В дальнейшем, соответственно, раз такой успех был достигнут, появилось очень много отнющих людей, которые захотели повторить этот успех. Стали создавать форки кикитовыми, в частности, биткоина. Самые известные форки биткоина — клоны, чтобы понять не было, копик. Это Litecoin, Coinvash, Coingold. Смысла нет перечитать, их достаточно много. В почерках стали появляться, соответственно, другие киктовалюты, они тоже определенного достигали успеха, и их начали копировать, то есть стали появляться форки этих киктов, ну, того же эфириума, эфириум власит, да, например. Вот там бесконечно всё будет продолжаться, на самом деле очень много этих киктовалют монет, они появляются и исчезают. То есть просто кто в теме, они даже иногда и не усудишь. Больше киктович, на самом деле. И отличительная особенность проведения вот этих форков — разведеление, да, то есть вот здесь блокчейн, в том же биткоин. Создается копия этого блокчейна, под другим названием, немножко с другими свойствами, но тот же Litecoin отличался чем быстрые платежи и очень дешевые, то есть чем не обладал биткоин в последнее время. и все, кто, значит, имеют какое-то количество биткоинов, у монетразделения получается такое же точное количество монет, а вот это новый форковый, после плака. Соответственно, Litecoin — это сокращение альтернативные коины-поины монетов. То есть альтернативные коины-поины. То есть мы разделяем весь рынок. У нас биткоин и все остальное. Биткоин и альткоин, только чтобы понимание проще было. Соответственно, популярность альткоинов как раз таки в том, заключается, что у огромного количества людей есть желание опубликовать очень минимальное положение. Например, Ростнео 200 раз будет на пике. То есть сейчас он, конечно, на пике, но в 20 раз будет выросленно с одного доллара и делился. Ну, кто-то когда. Слайд. Основные ресурсы. Если вы хотите быть в теме вообще рынка криптовалют, то вот эти вот пять ресурсов вам очень будут стать. Первое, естественно, коин-маркетинг, где есть информация о капитализации, общей рыночной, общей капитализации рынка криптовалют или каждой монетной деньги. Также там можно увидеть цену в долларах и в коин. У каждой криптовалют. Плюс видно ее ранг, то есть место в общем списке криптовалют. Коиндеск — это англоязычный ресурс. В принципе, здесь все англоязычные. Там дубликуются... ...криптовал, посвященный криптовалютам, но он является одним из крупнейших. Потому что если мы смотрим мелкие какие-то, может быть, русскоязычные, у нас аудитория поменьше, новости приходят по показаниям, мы даем искажения. Поэтому рекомендуется не только наши смотреть, где понятно русским языком можно почитать, но заходите на общий мировой. Коин-маркетинг — календарь. В нем мы можем смотреть, какие события предстоят на той или иной моменте. то есть криптовалют. Просто сейчас не имею возможность показывать, но при желании зайдете, посмотрите. Это для чего нужно? Когда осуществляешь те или иные сделки на рынке криптовалют, нужно иметь представление, что будет дальше. Некоторые события очень сильно влияют на курс криптовалют. И мы ожидаем, что через месяц до роценки мы можем ее приобрести и получить хорошее предстоит. Это основывается для этого. Трейдинг-вью на этом сайте очень удобно свой портфель сохранить, то есть какие у нас монеты есть, и отслеживать их цену, и соответственно смотреть график. Есть платная версия, бесплатная. В принципе, бесплатная в большей части продать. Ну и Binance — это крупнейшая предпродуктная биржа, где она и самая экономичная опять же, самая отраслая, то есть в плане доверия, и самые большие объемы там проходят. Высокая любимость, по-моему, криптовалют, продать — очень большой список криптовалют. Ну и, в принципе, завершаю, пожалуйста, контактные данные. Есть группа в контакте в Телеграме, в Вайбере, везде есть. Телеграм-сообщество, где она криптовалют, включается. И вы видите, что мы будем искать вот там. Если есть вопросы по... Может, я сказал, буду рад доехать. Бабинуте, почему в LikeCoin с ним взошёл в такую презентацию? Ну, тому же, почему у нас называются все поднимуты памперсами, как правильно. Хотя памперсы — это лишь, один, родной, один, один. Просто они первые зашли. Бабинуты и все равно, в другую. А деньги когда начнёте, просим? Сейчас, начнём. Я ничего не продаю, Сколько успешен ваш проект по инвестициям? Я экспериментатор. Этот проект у меня больше для расширения своего кругозора, для наращивания аудитории. Сейчас я его еще не монетизировал. Что касается концептационного центра по криптовалюту, мы просто формируем сообщество. Так же как и криптовалют, это тоже одно из направлений. Мы просто собираемся сообществом в Инвестициям. Сколько у вас в Инвестициям? Я могу продолжить. Я в Инвестициям, а потом я это одинаково представлю. Ну, сотни. Они именно в Ильжаске или в России? Я в Ильжаске говорил. Чтобы к вашему клубу присоединиться и начать общаться. 300 человек в моей личной сообществе. Чат в килограмме. Есть в килограмме. Да, если нет. А так в группах тоже будет регулярно. Основные новости тоже надо. Так. Хорошо. Значит, представляю вам Криво Бережных. Это руководитель, значит, у нас криптоклуба Ильжевский. И очень хороший человек. Криво Бережных, значит, этот реперат спасёт. И тут нет. Спасибо.